Для начала просто нужно встать примерно по отношению к мишени, как нам казалось бы удобно. Закрыть глаза и просто по мышечным ощущениям поднять руку, как нам удобно. Затем открыть глаза и проверить, куда смотрит рука. Если же она направлена в другую сторону, мы просто подходим туда, куда нам необходимо. Вот так тренировка сначала проходит без оружия. Потом в холостую и только после с пулями для пневматического оружия. У Кристины уже два года любимец и помощник этот пистолет Штейр. Это собственное мнение стрелка. То есть для каждого стрелка есть свой пистолет. Мне, например, очень нравится, как он сидит в руке, его вес, как, например, прицел расположен. При стрельбе у стрелка пистолет является продолжением всей руки. Однако на соревнованиях стрелять надо было не только из любимого пневматического пистолета. Кристина выполняла упражнения из малокалиберного оружия. Что же привело девушку в этот вид спорта? На самом деле странное чувство было. Меня еще с самого детства это нравилось, привлекало. Когда другие дети, девочки, играли в куклы, домики разные были. У меня же, я же играла, у меня были пистолетики разные, лук со стрелами. Здесь Кристину научили концентрации и борьбе с волнением. Это считает наша героиня 80% успеха. Ну и немного природных данных. От природы дар устойчивость хорошая, координация нормальная. И поэтому она очень хорошо прогрессирует. Потому что за два года дойти до кандидата мастера, это, конечно, прилично. Тем более на внутренних соревнованиях, я имею в виду, в период всей области, она дважды показывала результаты мастера спорта. Кристина и еще один Алексеевец Денис Ковалев вошли в сборную региона и будут представлять Белгородскую область на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Казани в начале апреля. Удачи и выдержки ребятам желают Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория.